Усилители низкой частоты отличаются друг от друга своими техническими возможностями, то есть характеристиками конструкции и особенно, конечно, монтажом, что особенно нас интересует, если он изготавливается в домашних условиях. Современные технологии во многом помогают российскому потребителю, увлекающемуся радиоэлектроникой, быстро и без каких-либо заморочек с комплектующими собрать необходимый для себя усилитель низкой частоты. Ведь имеющиеся в ассортименте торговых фирм качественные микросхемы и сборки не требуют для своей обвязки большого количества комплектующих компонентов. Поэтому, как правило, сборка качественного усилителя не занимает много времени и средств. Самое главное, необходимо знать, что вам надо озвучить, чем запитать и где использовать усилитель. Исходя из этого, мы стараемся придерживаться соответствующих характеристик выбранной схемы усилителя для сборки. Количество вариантов этих конструкций не перечесть, да и не будем выбирать лучшие из лучших. Чаще для непрофессионалов лучший вариант просто, дешево и помощнее. Итак, один из таких вариантов усилитель низкой частоты, выполненный на микросхеме ТДА-8560Q. Усилитель имеет выходную мощность 40 Вт на каждый канал при использовании двухомных колонок. Соответственно, использование его на штатные, как правило, четырехомные, мощность снизится всего на немного, то есть вдвое. Но не это главное. Помимо всего одной микросхемы, только три детали, да и тех почти не видно. Взгляните. Монтаж скромный и простой. Можно еще упростить, если саму микросхему закрепить на имеющиеся шасси. Это будет лучше любого радиатора, а обвязку прямо на выводы микросхемы. Полоса воспроизводимых частот позволяет использовать его не только в автомобиле, но и в домашних условиях. То есть она вполне приемлема для слушателя и находится в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц. Выход выполнен по мостовой схеме. Питание 12-14 Вольт. Остается только подключить плеер, колонки и слушать любимую музыку. Питание 12-14 Вольт.